Всем привет! С вами Эдгар и Оля. Вы на нашем семейном канале Семья Багдасалян. В этом видео хочу показать, как у нас тут школу строят. Похвалиться, как умеют люди делать. Школа эта у нас в Булгаково, Башкирия. За это лето построили почти все, полностью весь корпус. Как начался вот этот ковид, кризис и все такое, школа начала подниматься. Прям как грибы растут, без остановки. Вообще строительство этой школы не останавливалось ни на секунду. Первое время чуть-чуть это, конечно, подбешивало, то, что они и ночью тоже строили. Но, с другой стороны, я сам себе говорил, что это же школа для детей. Так что потерпишь, Эдгар, ничего страшного. Пусть строят. Пусть лучше строят, чем не строят. Но я к чему это видео снимаю? Что первый раз вижу вообще какое-либо строительство, чтобы оно настолько быстро, интенсивно происходило. Тут у нас была раньше вот эта вот гора, видите, да? Вот гора полностью дотудова. Здесь новый поселок большой, лет 10 его уже строят. И везде, где снимали слой земли, все отсыпали сюда. И получается, тут было отсыпано вот этот чернозем, в итоге получился. Но его максимально быстро здесь утилизировали, увезли. Круглосуточно здесь работали экскаваторы. Вон они стоят. Камазов было, я не знаю, штук. Очень много штук. Бесконечное количество Камазов и экскаваторов. Все это максимально быстро, да, вывезли. И начали строить вот эту школу. Здесь у нас грязище, конечно. Ну ладно, давай пройдем, фиг с ним. Посмотрим, просто интересно. И что удивляет, что, знаете, вот когда хотят что-то построить, когда нужно это сделать, так быстро могут все построить. Когда не хотят все наоборот, будет все тянуться, все так долго, типа нет денег, кризис, чего-то там. Вот с одной стороны, все эти кризисы идут на пользу, потому что начинают отстраивать какие-то такие муниципальные, муниципальные, государственные учреждения, которые всегда, блин, заброшены в основном. Потому что в основном частники что-то строят. А такие вещи, как школы, больницы там, ну и так далее. Все это дело строится очень медленно. А в данном случае, посмотрите, вот тут не было ничего. Вообще ноль. Начали забивать сваи. Вот эта забивка, да, в марте. Когда пошла, вот тогда чуть-чуть вот это на нервы действовало, потому что они даже ночью это делали. Прикиньте, вообще не останавливались. Вот строительство как началось, и вот оно идет. С нуля. Вот прям сняли слой земли. Не было тут ни черта. И теперь, смотрите, уже школа. В марте начали сейчас. Второе или третье ноября сегодня, да? 2020 год. И уже огромная школа, просто очень огромная. Тут я не знаю, сколько корпусов. Вот, поднимают. Забивали вот эти сваи, заливали фундамент. Поднимали вот эти стены, кирпич. Потом, с этой стороны, вот я вижу, утеплитель идет. Хороший, качественный, кстати, утеплитель. Видно отсюда даже. Не пенопласт использует белый. А именно нормальный утеплитель. Походу рассчитывают, с какой стороны будет дуть ветер. И эту часть, ну я так думаю, защищают утеплителем. Потому что остальное, вот, утепление я что-то не вижу пока. Ну, может, попозже. Ну, может, попозже, конечно, да. Но пока вот эта часть утеплена. Ну, это, так сказать, фронт. Нет, смотри, он там торчит с той стороны, тоже утепляет. Не-не, вот именно вот этот блок, да, утепляют. Это, наверное, вот именно часть, которая, возможно, больше подтверждена каким-то морозом и так далее. Короче, мы проконтролируем. Мы туда, с Олей, все контролируем. У нас там дом находится. Я, когда просыпаюсь со второго этажа, каждое утро смотрю, что происходит с этой школой. В общем, у них план сдачи школы в этом году. А, в следующем году, в сентябре. Короче, в следующем году дети, в 2021 году, должны уже пойти здесь в школу. Вот, я посмотрел, тут было, приезжало местное телевидение, снимали видео. И там рассказывали, что потрачено сюда огромное количество денег. Не знаю точно какое, что-то там 519 миллионов, что ли, что-то типа того. Вроде бы. Короче, если не ошибиться, я этот, посмотрю точные данные, в описании этого видео оставлю. Можете посмотреть. Вот. Так что, вот если хотят, максимально быстро могут построить. А вон, кстати, там я вижу тоже утепление делают. Вот. Вот. Вот там тоже утепляют. Первое время работали КАМАЗы и трактора, вот эти экскаваторы. Потом это начали поднимать. Потом приехали краны. Это сколько? Раз, два. Тут еще был кран, вроде убрали. Сейчас два крана и поменьше краны, которые поднимают по ходу дела все, что нужно наверх. Вот. Вагончик какой-то есть. Все заграждено. В общем, строят ребята максимально прям быстро. Это очень радует. Здесь у нас есть школа Булгакова, но по количеству учащихся превышает в несколько раз и в четыре смены дети учатся. У нас дети ходили в эту школу в четыре смены, которая вот. В принципе, неплохая тоже школа, но я вам скажу, не успевают они там. Поэтому запланировано было вот это. Но как они быстро строят, да, Оль? Ну да. Как же они быстро это делают, а, вот когда хотят. Как так вообще? Чего все так не происходит максимально быстро? Столько лет тут одна вывеска только висела. Что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я постоянно слышал от учителей, что скоро будет школа, скоро здесь будет школа. Это как уже, знаете, легенда такая была. Постоянно на слуху у людей. Все на это рассчитывают, переезжают жить. Но ничего не строилось. А тут за один год так. Бам! Сим салабим, барахат лукум. Дергаем мою бороду. Трах-бах-тиби-дох. Оба-на! И кто помог? Помог этому, конечно же, ковид-19. Вот. По ходу дела, много денег, которые должны были уйти на какие-то нужды государственные во время обычного режима. Они сэкономились и перешли на строительство. Вот. Для этого кризисы происходят. Вот. Предыдущие кризисы у нас в Уфе выросли многоэтажки резко. Торговые центры. Там как грибы торгов. Да, не было у нас торговых центров. Там один какой-нибудь, ну так, сипешная какая-то тема была. А потом за один год такое количество торговых центров выросло. Просто вот ниоткуда. И все, кто держал свои бутики, в том числе и мы, закрылись резко. Да, все ИПшники обанкротились. Вот 2000... Так, какой же там год-то был, не помню. Короче, банкрот ИПшников в Уфе произошел. Не-не, 2008 это был первый, я еще открылся. Дальше, дальше. Спустя 10 лет. Милана в 2011 году родилась, ты уже закрывал. Да? Ну, в общем. 2010 год где-то. Да, был такой годик, когда все ИПшники Уфы прогорели. Это был в тот кризис. В этот кризис тоже добили, короче, ИПшников. И... Но за счет вот этого всего строят вот такие школы. Ну, хотя бы это, знаете, радует. То, что я обанкротился. Ну, и как бы ладно, но зато вот школу построили. Зато хотя бы детям будет радость. Потому что здесь ходить вот с этих поселков близко так в школу, блин, классно, да? Да. Кто здесь рядом живет вообще? Лицевая сторона будет оттуда, потому что многоэтажки немножечко есть. Ну, там оттуда, да, лицевая. Это задняя сторона будет. Мы, получается, как бы в тупике живем. Да. Заканчиваете дома. А вот кто рядом здесь живет, они вот тут пешком такие раз и в школу, блин, офигенно. Тут такой, знаете, стиль, как будто это какой-то в американских школах. Тоже пригород, дома здесь красивые, хорошие, качественные, вот. Дороги, все, в принципе, есть. Вот нам интересно, еще благоустройство они будут вокруг делать? Будут, мне кажется. Или только на территории самой школы сделают, а остальное оставят в Заброшенск? Нет, мне кажется, должны сделать, потому что здесь фонарей на улице нету. Это как бы... Ну, мы же, блин, в России. У них отгороженная территория есть там, 3 метра. Нет. Они сделают, а вокруг оставят вот это заброшенное поле. Не думаю. Где будут собаки бездомные бегать или еще что-то, блин. Нет, потихонечку мы движемся в лучшую сторону. В нашем правительстве уже как бы есть успехи, уже результаты есть, что делается все к лучшему. Если вдруг это видео посмотрит глава республики Башкортостан, ну и вдруг, кто его знает, да, вдруг посмотрите. Или с администрацией посмотрите. Очень хотелось бы, знаете как, что если вы строите вот эту школу, то и вокруг тоже какое-то благоустройство для детей должно быть. Чтобы не так, что за забор вышел и страшно им ходить. Я не знаю, это дорожки какие-то, вокруг школы сделали бы, тротуарчик, что-то типа такого. Еще нужна какая-то игровая площадка, потому что здесь у нас вот в нашем районе есть одна площадка, и все ходят туда. А нужна какая-то общественная одна площадка. Ну, здесь нужна вообще для машин парковка, во-первых. Вот как в Америке делают, если такие школы строят, то обязательно должна быть большая парковка. Так как вот там школа, которая сейчас функционирует в Булгаково, туда, когда приезжаешь утром, просто полдня ищешь, куда припарковаться. И там люди живут, возле их домов паркуются, они там ставят запрет, что это наша территория нельзя здесь. Ругачки происходят из-за этого. Просто не можешь приехать и куда-то поставить машину, чтобы ребенка до школы довезти. Ладно, там постарше, да, подъехал, дверь открыл, он вышел. А когда первоклассник там, да, первоклассник этого, надо довезти за руку до школы, а машину не знаешь. А зимой вообще не знаешь, куда машину поставить. Сколько раз там еще такие как овраги были, я машины вытаскивал, помогал эти. Переворачивались женщины особенно, разъехаться не могли. Два раза или три раза я из-за, типа оврага, прям достаточно глубокое место, перевернутые машины были. Я женщин вытаскивал, у меня даже видео есть. И ладно, что ты как бы не привязан к работе, да. Некоторые машины просто мимо едут и не могут тем помочь, потому что не могут, времени нет, опаздывается. И все три раза это были у меня, это, женщины там, которые в перевернутых машинах, блин. Сделайте здесь обязательно этот, парковку для машин, чтобы приезжали, а то и какие-то подростки, может быть, уже на машинах будут приезжать. Ну и нужно, конечно, пешеходную отдельную дорожку, потому что у нас здесь все дети ходят без освещения по основной дороге. Да, освещение очень это, я не знаю, что экономят на каких-то там трех лампочках, жалко, что ли, прям, свет нужен, и тропинки вот обязательно прокладывать, и парковку. Ну, более-менее как-то цивильно. Если уж кризис, блин, ковиды, все дела, и банкротите ИПшников, ну хотя бы за счет этого сделайте лампочки детям. Нужно велодорожку тоже отдельно. Да вообще, все, что цивильности касается, вот. Точно вот такого поля не должно быть заброшенного. Ну тут ладно, тут, может быть, эти территории еще выкупятся, здесь будут дома строиться, потому что это такая государственная земля, вот люди покупают и дома делают. Парковки не будут у нас. Нет, тут ладно, тут, например, вот до туда, наверное, походу здесь будут дома оставят. Но вот там на территории какая-то парковка должна быть обязательно. Так что обязательно парковочку надо. Ну и как в России принято, вот основные дороги у нас есть, рядом нету пешеходных тропинок. Все люди ходят по, просто ходят по дорогам. И постоянно на машине едешь и обламываешься, чтобы вдруг кого не сбить. И еще хотелось бы, чтобы в школе, ну хотя бы дизайнера какого-то пригласите, пожалуйста, уже вот этот колхоз с синим цветом. В синем цвете украшены эти стены, на что там это, батареи чугунные, уже просто всем приелись. Дети даже вот, мне кажется, в школу не очень хотят ходить, потому что она стрёмная. Стрёмная, да, да. Уже, блин, современность, все дети в гаджетах уже насмотрелись, как в Европе эти школы выглядят. А у нас все, ну что будем делать, ну синей краской. Ну что-то, ну выберите хоть не синюю краску, что ли, но что-нибудь другое. Сколько я себя помню, блин, это только синяя краска. Зелёная краска, блин. Какие-то цвета такие посветлее бы, что ли, повыбирали. Ну и чтобы дорога вот такая не была, конечно. Вот так вот, чтобы мы в школу не ходили. А всё может быть. Чтобы вот так вот говно не месить. Вон, смотри, Оль, покажи ботинки. Ну понятно, что здесь тройка идёт, все дела. Нет, так у нас там тоже такие дороги? Да. Если там будет классно, подход к школе такой, то это, конечно, будет. Ну ладно, мы дождёмся, пока не будем судить строго, так сказать. Пусть, да, строят школу. Строят её вроде нормально. Просто меня единственный момент, это как бы такие сомнения. Так быстро строят. Просто слишком быстро. Качество стройки, да, что-то я не знаю. Это же школа. Не дают там даже усадка, там все дела. Может быть, конечно, тут люди контролируют всё, но... Так это же кирпич, там усадки. Ага, кирпич. Вон у нас бани делали. 28 дней, 25 дней фундамент надо подождать, чтобы он... Не, ну мы с вами, знаешь... Потом это... Стены подняли, чуть подождать. Ну они, наверное, так и делали. Они вбивали пока, это усадка была. Потом дальше вбивали усадка. Ну не знаю, не знаю, конечно. Вон, видишь, вот там он, кирпичи, вот несостыковочки как будто идут. Не знаю, будем надеяться, что, конечно, хорошо делают. Это же школа, это не шутки вам тут шутить. Сейчас я пройду, даже засниму. Посмотрим, что там. Потому что если такими быстрыми темпами строить, блин, за несколько месяцев поднимать, нужно делать настолько это все грамотно. Потому что тут такое количество детей будет учиться. Ну ладно. Тут так оценку, конечно, прям не дашь. Я не скажу, что я там какой-то прям знаток строительства. Свой дом я, конечно, сам делал. Но все равно такие вещи, когда делаются, тут уже нужно знать. Выдерживать все нормативы. Меня, как просто обычного гражданина, который смотрит на это со стороны, просто ух. То ли я не привык все так быстро что-то вообще строится в этой жизни, поэтому удивляет, ну, так быстро поднять это. Главное, чтобы построили качественно. Так что всем пока. Пока. Я надеюсь, что наши дети так в школу ходить не будут.